вот мы и закончили установку тесты проверку настройку стейджа 2 макларен 720с вопрос только остается это как ее зацепить за дорогу как на заднем приводе реализовать всю эту мощность ну что андрей поехали поехали я не понимаю как она едет на таком угле зажигания эти обороты как же меня за это трекшн о-о все копочки приехали сегодня приехали ребят а сейчас хочу поделиться с вами очень важной информацией наконец-то была найдена качественная малярка которую лично я готов порекомендовать очень часто ко мне обращаются ребята и говорят вот там попал дтп разбил машину и зачастую они не знают куда ехать потому что боятся что их обдурят сделают некачественно краска отойдет все это будет долго придется возвращаться переделывать в общем сами понимаете что это такое станция которой сегодня идет речь это не просто малярка эта станция полного цикла достаточно большая которая может обслужить до 10 автомобилей в кузовном цеху и до 15 автомобилей в слесарном цеху одновременно и станция это называется hunters гараж она находится в киеве по вот этому адресу и работает 7 дней в неделю я никогда не рекомендую товары и услуги которые лично не проверю сам и здесь у нас была возможность убедиться в качестве сервиса этой станции на личном опыте у нас есть съемочный автомобиль который был так сказать не в лучшем состоянии мы привезли его к ребятам и буквально за считанные дни там до недели занял вопрос они сделали все работы которые нам были необходимы и сделали это качественно мы приехали и сразу забрали автомобиль не было никаких нюансов мы его не оставляли как это обычно происходит на исправление каких-то вещей как часто бывает на других станциях в hunters гараж вы можете не только отремонтировать свой автомобиль но и просто обслужить поменять масла различные жидкости а также колодки как видите здесь очень много боксов поэтому ваш автомобиль не будет стоять на дворе а сразу же будет принят в работу также на станции есть собственное кафе где можно подождать пока выполняются работы попить вкусный кофе а также что-нибудь перекусить но если работы длительные hunters гараж может предоставить вам подменный автомобиль но если вам совсем лень заниматься своим авто антрас гараж может прислать своих сотрудников за вашим автомобилем по удобному для вас месту забрать его и таким же образом привести его назад уже с выполненными работами ребята очень гибко относятся к требованиям клиентов принимают автомобили в работу максимально оперативно а что самое главное быстро и качественно делают свою работу поэтому сервис ремонт вашего автомобиля перестает быть нервотрепкой и проходит максимально комфортно и легко переходите по ссылке в описании обращайтесь к ребятам и больше не стрессуйте ребят всем привет ну что наконец-то все доработки стоишь 2 поэтому макларену были сделаны и сегодня в этом видео мы вам покажем как этот мак поедет а поедет я думаю он очень интересно поэтому готовьте чай вкусные бутеры и мы начинаем этот видос а сейчас андрей кравченко расскажет что именно было сделано по этому автомобилю как это делалось какие были моменты по настройке в общем собственно говоря весь процесс поэтому встречайте как обычно андрея итак сегодня расскажу вам про то что такое стейдж 2 на макларен 720s стейдж 2 состоит из инлетов даунпайпа выхлопной системы фильтров и прошивки все больше ничего в стейдж 2 не входит все эти детали мы изготовили здесь киеве по месту сами кроме конечно же фильтров которые купили у бмц в штатное место вот даунпайпы мы сварили три с половиной дюйма выхлоп также три с половиной дюйма инлеты вытащили из алюминия сами и потом померяем машину и сравним 100 200 стоковой машины и машины на стейдж 2 также увидите какая мощность она выдала вот мы и закончили установку тесты проверку настройку стейджа 2 макларен 720s который кит мы разработали сами компания top speed с олегом совместно так вот идет процесс установки инлетов на макларен где-то уже стоят стоковые инлеты которые уже показывали вам станок на котором мы с олегом вытащили новые инлеты для того чтобы поставить левый надо снять крыло правый становится без снятия крыла вот собственно самый лет он уже стоит тут красивый покрашенный там и сиконом внутри и так выглядит не покрашенный он анодирован вот он лет один вот он инлет 2 с этой стороны также есть крыло снимать не надо поэтому его можно увидеть вот отсюда вот и едем на замер на стенде посмотрим сколько мощности дают нам инлеты была совершена настройка вот сейчас мы видим результаты мы сделали множество замеров заливали три-четыре версии файлов для того чтобы проверить что все работает нормально вот сейчас мы выше на оптимальный назвать значение для сотого бензина затем мы еще будем делать настройку на каком-нибудь спортивном бензине для того чтобы снять больше лошадиных сил но вот пока результаты на сотом бензине обычной городской машины обычный стейдж 2 который можно там поставить на любой макларен и безопасно ездить результаты это 850-855 колесных сил у нас было в каком-то замере 865 колесных сил но мы откатили чуть мощность назад для того чтобы не рисковать автомобилем на сотом бензине то есть 850-855 это стабильные колесные силы которые выдают безопасно спокойно на обычном сотом бензине вот сейчас на экране открыт график сравнение абсолютно стоковой машины без анлетов без ничего стандартный автомобиль который выдает 681 колесную силу на этом стенде вот здесь это показано и затем наш замер 850 колесных сил это один из множества замеров которые мы сделали машина очень стабильно показывала мощность между 850-855 колесных сил у нас есть три-четыре замера вот все ровно четко одинаково то есть безопасно все отлично работает вы я выбрал этот замер 850 просто чтобы было круглое число и сравнение со стоковым 681 то есть прирост мощности составляет 168 колесных сил это где-то наверно примерно 180-85 моторных лошадиных сил к стоку а как мы уже знаем что стоку макларена это не 720 примерно 707 780 лошадиных сил вот и прирост момента 164 ньютона метра как бы это вот такие цифры мы получили расчетно ну стенд вот показал 1007 лошадиных сил влад снял я думаю что это где-то вроде 950 моторных сил плюс минус такая мощность что в принципе очень хорошо для стейджа 2 для машины которые весят тонны 440 килограмм и вопрос только остается это как ее зацепить за дорогу как на заднем приводе реализовать всю эту мощность на такой легкой машине то есть посмотрим поможет это и три восьмерки если нет будем ставить какой-то более-менее драговый полус лик там не то микки томпсон и что-то в этом духе вчера на своем 720 маги стейдж 2 выехал первый раз померить динамику на бориспольскую трассу поставил кто я резину правда не новую поставил старую резину позапрошлогоднюю с lada gtr а задний размер резина одинаковый у гтера и у мака просто чтобы протестировать вчера я проехал раз шесть лучшее было 372 373 374 375 и 378 по моему но лучше 372 то есть низкие 37 но машина очень сильно буксует на третьей передаче даже чем на 4 там в логах есть все видео замеров как дроссель закрывается угол убирается в момент букса машины и даже при этом машина лет 372 низкие 37 соответственно я думаю что когда поставится с новая резина тоя и будет чуть потеплее думаю на преде 36 средний легко попробуем конечно 35 но думаю 36 средний будет ну не будет проблема это ровно также как ехал мой huracan 364 то есть надеюсь побить время huracan а такой план как бы вот сейчас поедем на бориспольку с владом прокатимся вместе вдвоем в машине посмотрим сколько она покажется время когда мы едем вдвоем заснимем все и потом нас ждут зарубы с другими машинами ну шо андрюха поедем да наверно да поедем пончали получали закрываем аккуратненько тут доводчики находимся вон нашу на кафедрайв как те ролики на кафедрайве слушай расскажи вот сразу ты первый раз когда настоящий 2 надавил газ пол как тебе ощущения были честно даже не почувствовал разница то ладно да на макларене скорость ощущается очень не сильно ну чувствуется что быстрее принципе разница была секунда на 100 200 как бы немало но ничего необычного не почувствовал скажем так на huracan и время 37 ощущается куда сильнее чем на макларене на макларене нет такого ощущения скорости гораздо меньше чувствуется скорость я не знаю чем это связано может заднеприводная машина может потому что легче может потому что подвеска так сделано но скорость чувствуется гораздо меньше вот на хуракане сильнее чувствуется ускорение как-то не знаю ну нет ощущения скорости вот это конечно с одной стороны прикольно с другой стороны небезопасно для неопытных пилотов а как вообще вот ощущается мощный автомобиль на заднем приводе нету ощущения что вот сейчас киданет куда-то страх ну трекшен в принципе скажем так когда у меня была резина заводская стандартная то есть обычный там этот это было реально страшно то есть там в плюс 5 плюс 7 градусов и нажимал газ пол и машину разворачивала понятно я бы не развернула там бы сработал трекшен но было реально некомфортно вот сейчас на нормальной резине даже там на michelin pilot sport на котором я на стоке мерился или на то я все гораздо лучше то есть резина конечно на заднем приводе на мощном решает очень многое поэтому как бы надо следить за резиной и за температурой асфальта температуры резины мониторить и так далее вот у нас сейчас на 23 градуса я когда мерил 100 200 у нас температура 35 градусов и это тоже мало надо что было 40 45 градусов температура резины иначе не будет зацепа ни на то и ни на чем ну это кстати интересно это материал для следующих серий то есть плюс у тебя есть действительно план залить спорт пенс c16 и проехать может быть какие-то низкие 3 это будет наверное рекорд вообще или 109 и ну рекорд задний привод украина как бы уже я побил то есть сейчас это самая быстрая заднеприводная машина украины стритовая но скажем так не на сликах и не на спирте на обычном бензине расскажи кстати какие есть оппоненты вот для данного автомобиля который ты видишь в украине на полном приводе это любой там куракан turbo гтр хорошо подготовленные ттрс принципе неплохо едут на спорт бензи рс-3 соответственно тоже 2 и 5 этот мотор даза очень хороший то есть вот такие но это полноприводные заднеприводных машин я даже не представляю себе какие могут ехать только какие-то там битурбо мустанг который должен но очень хорошо уметь переключаться вот принципе это надо не намекаешь да в принципе его мустанг но пока он едет в передаче он едет быстрее на потом переключение и все и он сразу же теряет больше чем набрал и все и шансов как бы уже нет то есть переключение механика это проблема вот мы видим сейчас 150 скорость не чувствуется фактически очень да я скажу от себя тоже скорость реально в маке не ощущается на gtr даже страшнее да да gtr huracan вот все на чем я ездил скорость чувствуется сильнее porsche turbo s прикольно что можно смотреть действительно температуру резины и понимать плюс-минус что с ней происходит так смотри табло меняется так раз это городская а вот так гоночная прикольно кстати выглядит еще можно чтобы она вообще на трек типа да был а вот сейчас будет вот так вот все равно я так не люблю ездить мне нравится больше человеческое вот такое вот вот видишь единственный как бы такой ощутимый минус это поиск зацепа и поиск температуры то есть ты не можешь взять любой момент там и поехать ну цифры которые тебе нужны с этой стороны да но есть и другая сторона это полноприводным машинам тоже сильно жарко это плохо ну и с другой стороны плюсом является то что у тебя нет никаких проблем с полным приводом там со всякими там мустами карданами там редуктор редукторами там и так далее да вес меньше машина весят меньше так что попробуем разик нажать наверно просто резину нагреем да ты готов стой подожди подожди да 385 и два человека в машине два человека в машине 385 сейчас сейчас остудим последний разик проедем готов да готов 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 да есть слушай вообще хорошо сколько 3.1 200 250 это сколько надо ехать я думаю что ты едешь 200 300 примерно 7 сколько мы проехали 100 200 100 200 сейчас проехали 386 точно так же вообще стабильно максимально вдвоем в машине я думаю что хватит с нас на сегодня да так вот у нас замер 200 250 единственное что уклон минус 1 то есть ты его не запустишь я думаю один человек 3.0 можно поехать 200 250 без запросов но я поражен честно говоря но мне нравится классно тачка едет да лучше прикольно и я бы не сказал что стрёмно в плане того что задний привод ее не мотает по дороге скорость не чувствую этот трекшн включен правильно да конечно полностью это я еще даже его не пробовал там никакой дрифт мод ставить как мне рекомендовали вот но да это очень хорошее время и самое главное что надо напомнить что это стейдж 2 все сделали сами все сделали в украине все сделали своими силами это очень круто да да и как бы в чем плюс мы получили опыт бесценный и теперь мы можем делать эти машины сами сколько такой кит будет стоить для клиента из европы из америки или из украины я думаю что такой кит в пределах 10000 вообще нормально да в пределах 10000 с установкой с настройкой да я думаю что в 10000 долларов вложиться можно без вопроса если допустим для сравнения такой кит в америке стоит я думаю тысяч наверное 20 и радует что это все происходит действительно в украине да это все проект в украине на украинских дорогах на запчастях которые были изготовлены в украине разработаны в украине установлены в украине и машина настроена в украине ребят скажите гордость берет за это да от начала до конца то есть полностью машина сделана подготовлена нами здесь не используя никакие компоненты из америки ладно соврал стоят бмц фильтра ну самим фильтрам и делать как бы не научились и смысла нет это не дорывая деталь это минимальная деталь она не влияет стоит 200 с чем-то долларов два фильтра то есть это не имеет смысл изготавливать конечно же ну что я могу от себя сказать честно говоря я поражен очень прикольно едет машина и мне нравится что это стейдж 2 это никакие там вмешательства в мотор в трансмиссию в другие там до агрегаты автомобиля ты просто покупаешь очень быстрый стоковый автомобиль который причем кстати ну конечно дорого стоит но это не ценный гиперкаров за миллионы да то есть такой маг можно там 300 где-то 300 300 30 купить добавить у него 10 тысяч долларов всего лишь по моему даже на стейдж 2 вам даже на гтр стейдж 2 там что-то в районе пяти семи восьми тысяч долларов стоит стейдж 2 да это ну на эту машину стейдж 2 стоит не дороже чем на гтр на гтр для стейдж 2 ты еще докупаешь форсунки бензонасосы здесь этого всего не надо то есть все то же самое даун пайпы выхлоп прошивка инлеты это единственное чем это отличается опять же это можно было сделать на стандартных анлетах с чуть меньшей мощностью но в анлетах есть проблема техническая с завода макларен которая вылазит и повреждает турбину поэтому мы сразу сделали свои инлеты для того чтобы устранить этот момент то есть по сути дела все то же самое что на гтр только оно все тут меньше компактней стоит также только без форсунок и насоса но я так понимаю что это будет стабильнее потому что ну конечно тот же тот же стейдж 2 также как стабильный гтр на стейдж 2 только гтр на стейдж 2 едет там 6 6.2 100 200 и грубо говоря имеет 700 там 650 лошадиных сил а эта машина имеет но считай почти 1000 лошадиных сил и едет там я думаю что постараться 36 можно сделать так господа вот такой вот мак очень интересно было на нем проехать находимся мы на драйв трафик кафе как всегда самый вкусный кофеек на левом берегу вот андрей доделал уже тут даун пайпы выхлоп получается и там дон пайпы лет и вот так они выглядят конечно машина бомба честно говоря очень прикольная может быть себе бы когда-нибудь взял бы шо андрюха колки никакого алкоголя только по праздникам вернее даже не по праздникам я вообще не помню когда ты пил когда рекорд поставил в абу-даби когда проехал 61 на промоде вот тогда пил на этот год есть по промоду какие-то планы да конечно опять поедем в дубаи наверное как опять если будет открыто то поедем гонять слушай расскажи вот сейчас по поводу вот этих уклонов на бориспольке же там нет ну таких участков нету минус 2 это просто мы драги положили она видно шевелилась из этого показала такой уклон поэтому я думаю что 100 200 эта машина поедет также как huracan а 200 300 напомним встречам huracan она уже едет быстрее чем huracan после 200 вот но до 200 я думаю сейчас потеплеет новая резина и сразу мы проедем там 3536 но ты удивился да ты же помнится заявлял что время будет в районе 4 там 4 и 2 100 200 да я думал что будет это 4041 вот так вот но поехала быстрее но опять же мы смотрели как лучше как хуже сейчас настройка достаточно агрессивная но я думаю что достаточно безопасно опять же мы не трогали никакие параметры важные в машине она сейчас надув под отсечку 145 бара всего-навсего в середине надув там 16 то есть абсолютно небольшой надув для этой машины конечно достигается такая динамика с таким надувом за счет массы автомобиля которая равняется на тонну 400 что-то на 450 что такое то есть проще говоря мотору гораздо легче такую такую легкую машину перемещать пространстве с такой скоростью в отличие от того же gtr и huracan и которые все-таки тяжелее весит да существенно потяжелее в общем эмоции от покатушки очень интересные вот этот вот маг я вам скажу ребята эта тема ну а дальше что конечно же зарубы и первая заруба у нас будет с мустангом битурбо о котором мы говорили да тот самый даниил машина у него есть конечно очень интересно но там задний привод также но ручка механическая трансмиссия и огромные потери на переключение особенно учитывая переключения дани да не извини вот ну и заезд конечно с моим гтром больше особо автомобилей в украине нет которые могут посоревноваться с этим маком ну в любом случае вы можете зайти на официальный рейтинг драги и посмотреть там все замеры 100 200 200 250 я думаю андрей выложит потом 200 300 мы еще замерим когда будет чуть чуть теплее и там есть вся картина самых быстрых машин украины итак после того как я собрал макларен стейдж 2 я сначала обул на него ну сначала пробовал вернее проехаться на стандартной резине на michelin pilot sport 4s ничего не получилось я даже не смог проехать по моему 39 после этого я взял старую резину с готера ей уже было года два-три износ был процентов 70 наверно 60 и попробовал проехать на ней на ней я сразу показал время 37 369 что-то в этом районе практически побит бар был рекорд huracan который был 364 тот момент но все равно машина очень сильно буксовала затем мне уже ехала к тому моменту резина микки thompson 305 3520 когда она пришла я ее установил возникли некоторые проблемы во первых она чуть-чуть затирала по подкрылкам во вторых она была существенно уже чем то я на ней мне удалось проехать быстрее чем huracan 362 361 но проблема была в том что машина очень сильно качала на скорости из-за того что резина дрэговая и у нее нет бокового корда крепкого и поэтому было немножко страшно ехать даже вот по трассе я на ней проехался буквально два-три замера установил время 362 361 и снял сразу же кто момент уже пришла новая резина то я которая сейчас стоит на машине то я м3 восьмерки вот на ней я выехал ну на следующий день поскольку установил и на этой резине одного из там первых замеров мне сразу было показать время 35 в конечном итоге время было 354 или скажу что это прям стабильное время потому что все равно есть очень большой букс и время очень сильно зависит от того закончит ли машина буксовать к скорости 100 или нет то есть если она проходит отметку 100 уже не буксуя то время получается 35 если она еще буксует то чуть хуже но в принципе там 35 36 нет стабильно лучше 354 все равно огромные проблемы с зацепом я думаю эта машина потенциально может ехать там 32 33 вопрос только заставить ее зацепиться естественно был бы у нас dragstrip с резиной это было бы вообще без проблем но так как у нас этого нет я вот сейчас попробовал взять новую резину то я это гоночная зина то я rr она прих уже пришла бы ее денем там через пару тройку дней попробуем померить а сегодня мы выехали проверить опять же заезды вдвоем в машине сколько масло сколько машина покажет время когда будет два человека в машине я и влад вот на то и 3 восьмерки опять же стороны которая проехал 34 интересно проверить во первых асфальт на новой бориспольской трассе а затем день 2 бую новую резину и либо здесь либо опять же на старом месте попробую побить рекорд попробуем поставить рекорд самого быстрого стаж 2 в мире как бы в этом цель насколько я знаю стейдж 2 на обычном топливе там лучшее время там 33 секунды что-то в этом роде у нас уже время 34 которая в принципе там точно в пятерке самых быстрых стаж 2 интересно конечно проехать 33 хоть какие-нибудь 33 там 335 337 что-то в этом районе но опять же вся проблема это зацепь конечно же ну что андрей поехали поехали как вообще происходит настройка такого макларена сложнее чем другой автомобиль или плюс-минус сложнее сложнее держи ноутбук давай с пристегнуть вот так вот что здесь провода и вот это еще держать и смотреть на него это у нас надув готов да да нажал держи до конца не доходит 2324 23 да выключай лох все время прыгать 2324 да и но не доходит до конца пешка на буксуре она не едет несколько раз делаешь она должна получше ты столько что выехал резина-то холодно так ну что у нас по результату заезда в логе есть как по зацепу его нет вот она основная проблема на заднеприводных автомобилей это точно загрузка форсинок 103 процента 97 процентов сто процентов подсечку 87 процентов не очень сколько ты говоришь там была цифра 2324 165 и падала во сколько минимум 1,6 в 1,5 все правильно на дух 1,6 в 1,5 так я в принципе готов нажимай логин старт логин готов? да включил? да 3,99 120 выедем наверное ноги посмотришь? да скажи еще знаешь что в каких режимах вообще надо ехать чтобы замерять тут же разные есть режимы заезда ну там трек ну я в треке все время еду то есть просто трек в автомате не раз механики почему в механике сам клацаешь на каких оборотах 8000 8000 ну что андрюха как тебе отсутствует зацеп что этот весь график означает это означает что видим мы примерно вот отсюда тысячи с пяти оборотов на 3 передача угол зажигания 5 градусов 5 6 7 9 а должен быть 22 23 вот это вот все в этом диапазоне вот это то что машина для того чтобы они буксовала убирают угол зажигания убирают вплоть до 6 градусов я понимаю как она едет на таком угле зажигания а должно быть 0 чтобы она не буксовала вот как здесь в конце 4 передачи система стабилизации работает таким образом что она режет угол зажигания чтобы понизить мощность чтобы перестать буксовать соответственно это можно делать очень быстро из-за этого эффективный трекшн да но неэффективный разгон получается потому что мы теряем время но видишь при всем при этом мы проехали 100 200 вдвоем требуюсь еще буду забрать можем еще замерить чуть-чуть 1050 заверить стрёмно мне кажется 100 200 стремнее замерять так андрей решил сейчас немножечко спустить давление в колеса для того чтобы получить лучший зацеп по ощущениям я вам скажу конечно стрёмная история понимаю но я почему он не хочет мерить свыше 200 200 250 200 300 я бы тоже на самом деле наверно хотя я бы психанул я бы замерил знаете меня псих еще тот я на готере 350 ехал думаю попробую кстати еще больше проехать но на новом покрытие вот сейчас он спускает пробуем ехать опять но чувствуется начало машина очень сильно уже лучше сколько поставил давление 2 и 2 а было 4 до помощи двоечку сегодня у нас до 362 а когда ты замерял надо посмотреть там замерить помню меньше меня не очень хорошая да на удивление а слышишь насколько влияет вообще вот перепад 10 градусов например на динамику этой машины я знаю я все время медиа 18 20 радость 18 помню включил да 3 8 причем 3 82 ну что мы приехали на драйв трафик как всегда и на скамеечке вот тут вот андрюха почитает логи и и скажет как всегда что все полная фигня да да и ничего невозможно надо ехать на новый асфальт 혀 touching на старой на старый да нужен старая свет从 и так как с lectures на эти обороты так at вот смотрите вот оборот идут вверх да вот смотрю в доброта пошли вверх женщина хлоп угол минус 15 образ и пришли вниз а но хлоп перестало убирать угол опять вернуться вверх буксовать она хлоп и 5 об минус 14 Да вот следующая передача. Все четко. 1,7 в 1,5 надув. Все ровненько. Вот четвертая передача. Была бы такая же третья, ехали бы мы, не знаю, 3,2, 3,1. Что, какие планы теперь? Планы поставить другую резину, поехать там, где не будет букса. Что, собственно говоря, мы и сделаем. Поэтому Андрей ставит новую резину, то ЮРР. Пробует сначала, да, на Борисскольке посмотреть, разница будет или нет. Потом уже на том же самом месте, там, где он мерил 3,54. Попробует замерить, ну, поедем тоже замерим, зафиксируем это все на видео и посмотрим, как автомобиль поедет тогда. То есть только она видит букс, сразу отрезает угол, мощность падает, машина не едет. Просто минус 15 градусов от 23, это пи***ц, это считай, мощности нет. Это с 900 сил тебе становится 500. Как же меня зафиксировал этот трекшн. Андрей, ты чё? Да, нервы, нервы шалят, конечно, да. Ну, теперь есть новая проблема. Тут куча важной информации и надо его теперь уничтожить, чтобы никуда не попала эта информация, так сказать. Сейчас поедем этим заниматься. А теперь процесс поджога, так сказать. Все, в конечном итоге надо сжечь. Чистый метанол, литра полтора. И сейчас мы это организуем. КОНЕЦ Андрей, ну вот дело и сделано. Теперь информация точно никому не попадет. И все ваши прошивки в безопасности на облаке. Уже на моем новом компьютере будут через несколько дней. Итак, сегодня установили новую резину ТОЯ. Удалось поставить новый рекорд. Проехал 3.5.0. Опубликовал этот замер в Драге. На новой резине, но при более холодной погоде. Хочу попробовать, конечно же, проехать в плюс 20 на этой новой резине и посмотреть, что будет. Очень хотелось бы проехать 3.4, хоть какие-то низкие, высокие. Вот, я думаю, что при идеальном зацепе, если бы у нас был какой-то клей или бетон ровный без стыков, я думаю, что эта машина может ехать 3.0, 3.1, 3.2 без особых проблем. Потому как половина третьей передачи, половина замера на третьей передаче, машина буксует, убирает угол зажигания и едет не на полную мощность, к сожалению. Также мы сделали замеры вдвоем с Владом. Вдвоем машина проехала лучшее время 3.62. Видео также будет доступно в ролике. Вот, но стабильный едет 3.7, примерно на полторы-две десятых хуже, чем когда я еду один. То есть человек в Макларене лишний, это полторы-две десятых секунды от времени, когда я еду сам. До кофе мне... Нет, ну не ты можешь там следить. Надеюсь, ты успеешь. Ну да. Это проблема, ты готов? Да, там грузовик будет. Готов? Да. Это будет как лучшее время. 3.62. Нормально, отдаем машину? Да. Я думаю, более чем. Итак, подведем итоги гоночного сезона. Помимо того, что Макларен ставил рекорд 3.5 секунды 100-200, мы также поучаствовали в двух этапах чемпионата Украины. Один этап был в Запорожье и финальный этап в Одессе. По итогам двух этапов мы заняли два первых места в Запорожье и два первых места в Одессе. В обоих классах мы заняли первые места. Получается, что наш автомобиль является самым быстрым заднеприводным автомобилем Украины. На этапе в Одессе проехали время 9,9 секунды, на этапе в Запорожье проехали 9,7 секунды, так как зацеп был чуть лучше и было чуть теплее на улице. Ну что, ребят, вот такой у нас получился выпуск. Вы, конечно же, ждали зарубы, да? Но зарубы мы вам приберегли на потом. И это будет мощнейший видос, в котором мы постараемся заехать с как можно большим количеством автомобилей и байков. Я думаю, это будет, скорее всего, в следующем сезоне, потому что уже слишком холодно и не удается, даже не то, что не удается получить зацеп, да, а просто небезопасно на заднеприводном автомобиле такой мощности гонять по дорогам. Поэтому с вами был Андрей Кравченко, Киеврейсер. Ребята из топ-левела, спасибо за замер на стенде. А кто еще не подписан на канал, обязательно сделайте это прямо сейчас и поставьте лайк. Всем отличного времени суток и пока! Субтитры подогнал «Симон»!